Всем привет, меня зовут Вера, и этот доклад у нас про сайд-эффекты. Он не похож на прошлый доклад, он для тех, кто может посмотреть на привычные вещи под новым углом. Я работаю скалоразработчиком, я не занимаюсь дата-сайенсом или бигдатой, как занимаются многие скалоразработчики, я просто пишу обычные бэкэнды, то есть решаю те же самые задачи, которые решает большинство джавистов, наверное. Почему я пришла рассказывать про функциональное программирование? Наверное, много людей спрашивают меня, что я могу сделать на функциональном программировании, такого, чего не могу сделать на джаве. Ну, наверное, ничего, все можно сделать на джаве, но надо ли? Можно написать код без тестов, можно написать код без документации, можно написать плохой рабочий код, но мы можем лучше. И функциональное программирование — это о том, что мы можем лучше. Почему ФП? Абстракции. Когда люди придумали ООП, когда мы придумали какие-то паттерны, это был большой прорыв в программировании, потому что человек, его мозг ограничен, и мы не можем держать много вещей в голове, поэтому нам нужны абстракции. Но выбирая абстракции, можно легко ошибиться. Из-за этого мы где-то выбрали абстракции, которые, например, не очень хорошо ложатся на многопоточное программирование или становятся какими-то многословными. Типы. Ну, если это Java Meetup, большинство здесь использует статическую типизацию, и мы делаем это для того, чтобы компилятор выявлял наши ошибки. И мы можем делать больше, мы можем выявлять больше ошибок на этапе компиляции. Reasoning — это сложно объяснимое слово, но оно относится к тому, что мы должны видеть код и понимать, что он делает. Если код, который находится здесь, изменяет глобальную переменную где-то там, то это не очевидно, это трудно читать, поддерживать и трудно писать. Почему я рассказываю именно про I.O., про операции ввода-вывода? Обычно книги по функциональному программированию и статьи не начинаются с этого. Они начинаются с каких-то других вещей, там, и мутабельность, рекурсии. Это вот красная книга по функциональному программированию в скале. Это ее оглавление, вот, и это полное оглавление этой книги, и I.O. у нас появляется вот здесь. То есть фактически три четверти нашей книги мы читаем, не дойдя до вывода Hello World. Это книга «Изучай Хаскель во имя добра». 15 глав, в восьмой мы выводим в консоль. И если мы можем понять, как избежать, например, циклов, как заменить переменные на константы, то что сделать с сайд-эффектом? Все говорят, сайд-эффект — это плохо, чистые функции не должны содержать сайд-эффектов. Но если вот мне в жире создадут задачу и скажут, вот, нужно послушать вот это вот сапишки и записать в базу. А я скажу, я не буду писать в базу, потому что это сайд-эффект. Мне скажут, что, может быть, что-то у меня плохое случилось, может быть, мне нужно водички попить, потому что не очень очевидно, что же нам делать без сайд-эффектов. Понятно, функциональные программисты, люди, которые пишут чистые коды или стремятся к этому, они выполняют свои таски в жире. Какой у нас план презентации? Сначала я немножко напомню чуть-чуть про что такое ФП, функциональное программирование, потом будет практика. Я покажу в коде, это будет скала-код, но я буду пояснять все моменты по синтаксису, как мы делаем, потом теория, что мы сделали и какие у этого могут быть плюсы, ну и небольшой вывод, после которого будете задавать вопросы, рассказывать, что функциональное программирование не нужно, а я буду расстраиваться. Значит, вводная наша часть. Функциональное программирование — это стиль программирования, в котором мы избегаем изменяемого стейта, и мы стремимся использовать чистые функции. Очень просто. Какие преимущества функционального программирования? У меня, к сожалению, не будет времени их доказать, но чтобы вы знали, какие потребности вас могут привести к функциональному программированию, зачем вам может понадобиться его выучить. Если вдруг вы хотите проще тестировать код, который пишете, если вы хотите проще делать рефакторинг, чтобы компилятор вам в этом помогал, если вы хотите проще писать многопоточный код и иметь в нем меньше багов. Чистые функции. Что такое чистые функции? Чистые функции должны быть полными, детерминированными и чистыми. Теперь по очереди. Полная функция — это функция, которая определена для всех ее аргументов. Функция, которая для int возвращает int, должна вернуть какой-нибудь int для каждого значения. Если она для всех возвращает, а при пятерке бросает exception, это не полная функция. Она должна быть детерминированной. То есть если мы передали туда пятерку, она вернула шестерку, то она всегда должна вернуть шестерку. Она не может вернуть то три, то восемь. Сюда, например, не подходят функции генерации рандомного числа. Понятное дело, если мы такую функцию сделаем детерминированной, то есть закэшируем, замемоизируем или заменим просто на большую мапку, то она перестанет делать то, что нам нужно. Или менее очевидная, нечистая функция, та же, когда мы получаем настоящее время, get current time. Это не детерминированная функция, потому что она все время возвращает разные значения. Она должна быть чистой, она должна не содержать сайд-эффектов. Это очень важно. Теперь мы попробуем написать. Очень маленький пример. Что мы делаем? Значит, вот у нас есть main hello world на скале. Def – это функция, она называется main так же, как в Java. Аргументы, после них пишется тип. Дженерики пишутся в других скобочках. Вот здесь у нас пишется возвращаемое значение, и unit – это… Ну, в данном случае мы можем сказать, что это немножко похоже на void в Java. И вот это наш обычный грязный hello world, который просто выводит в консоль. Что же мы делаем? Мы создаем обертку, такую особую структуру данных. Это класс. Что такое кейс-класс? Не обязательно знать. Он параметризирован t, и он в себе хранит один параметр. Это будет функция, которая ничего не принимает и возвращает t. вот мы написали. Это очень важно. Это структура данных. И мы обернем наш код. Вот. Теперь он абсолютно чистый, потому что это просто структура данных, которая что-то сохраняет. Правильно? Он чистый, и он ничего не выводит, потому что он чистый. Чтобы он что-то выводил, мы на нем вызываем run. Ту функцию, которую мы сохранили. И это такая главная мысль этого доклада в том, что вот эта строка у нас – это чистый код, а вот эта строка – это грязный код. И наша цель состоит в том, чтобы написать все приложение в чистом стиле с помощью скомпоновать наши IEO-операции, а в конце один раз вызвать на них run. Это очень важный момент. Так, эффект отличается от сайд-эффекта. По определению, эффект – это инструкция, как сделать взаимодействие с внешним миром, а сайд-эффект – это само взаимодействие. И вот эффект – это хорошо, это когда у нас значение, которое мы можем оперировать как простой, ну, простым value. А сайд-эффект – это само взаимодействие с внешним миром. Это плохо. Ну, мы немножко перейдем дальше к чуть более полному примеру. Как, собственно, мы компонуем это в одну большую программу. Наверное, знакомы с методами map и flatmap. Вы их встречали на option, на списке. И здесь они будут работать, в принципе, как map и flatmap на списке с одним элементом. Map принимает функцию из T в B, и мы получаем IOB. Вот, flatmap у нас принимает функцию, которая получает T и возвращает IO, чтобы у нас не стакалось много IO. Вот, и мы напишем чуть более, напишем еще парочку хелперных функций. Значит, первая функция у нас создает IO, которая выводит строку. Вторая функция у нас создает IO, которая читает строку с консоли. Используя эти обертки, мы можем написать, например. Мы спрашиваем имя у пользователя, потом читаем имя строки, потом мы делаем, чтобы она была с большой буквы, и мы, например, здороваемся потом с нашим пользователем. Вот, и это наша чистая программа, которая ничего не выводит, и если на ней мы в конце вызовем run, то она вся заработает. Но и это еще не все. На самом деле все, что находится у нас вот. Вот тут вот ниже, находится в библиотеках. Мы чаще всего не оборачиваем что-то в IO, и у нас есть возможность использовать библиотеки, которые возвращают вместо того, чтобы делать взаимодействие с внешним миром, возвращают нам инструкции, как их делать. Да и сам IO-тип находится в библиотеке, поэтому мы можем его убрать отсюда. У него есть удобный конструктор. И мы можем убрать эти методы. И заимпортить из библиотеки. Здесь мы создаем объект, через который мы будем писать в консоль. А здесь мы импортим все его методы и поля. Это как статический импорт в Java, но он просто импортит все. У нашего библиотечного IO нет метода run, у него есть метод run. Вот такой, например. Теперь все то же самое мы написали, и это занимает у нас чуть меньше места. И это еще не все. Мы уже избавились от того, чтобы написать один маленький кусочек грязного кода внутри IO. Это уже все в библиотеке. У нас осталась действительно только одна строка. Вот это вот. Это наш нечистый код. Почему бы ее тоже не вынести в библиотеку? И ее вынесли. Эта же библиотека дает нам такую возможность. Нам нужно переопределить метод. Нам нужен метод, который возвращает IO от exit code. Для этого мы вызовем map. Допустим, мы хорошо написали свою программу и наш exit code — success. Так мы написали полностью чистую программу. Весь наш код чистый, со всеми преимуществами тестирования, написания, поддержки и всего остального. Вишенка на торте. Flat map и map — настолько важные слова в скале, что для этих слов есть особый синтаксический сахар. И он делает код более читабельным и может быть более привычным для людей из императивного программирования. И тогда тот же самый код будет выглядеть... Сначала у нас вывод, потом мы считываем строку. потом издороваемся с пользователем. Вот так мы написали полностью чистую программу, и она даже выглядит почти как императивная. Теперь мы можем перейти к теории. Так, что произошло? Что такое IEO? Почему я назвала эту структуру IEO? Ну, это не мое придуманное название. Эта структура существует и в других языках. Такое общее название, и здесь чаще всего под IEO я буду иметь в виду не с этих пор не вывод-вывод, в общем, а именно эту структуру, концепцию. Она помогает нам, потому что теперь компилятор помогает нам больше. Потому что мы отделяем чистый код от грязного кода. И потому что у нас теперь ясные сигнатуры. Если у нас функция, которая сигнатура из int в int, параллельно еще стирает весь жесткий диск, то это не очевидно. И можно еще сказать, что дело не в тех функциях, которые помечены как IEO, а в тех функциях, которые не помечены как IEO, потому что тогда мы можем быть полностью уверены, что там никаких сайд-эффектов, и с ними все хорошо. Какие преимущества у самого концепта? То есть вот того, что мы написали там map, flat, map и структурка, это уже нам довольно хорошо помогает. Первое. Ссылочная прозрачность, referential transparency. Это то, что помогает нам читать и писать код. Определение этого, то, что любой кусок кода может быть заменен на его результат без изменения программы. И, наверное, IEO могло вам напомнить какой-нибудь примитив из вашего языка программирования для синхронного программирования. В скале, например, есть фьюча. Вот этот код мы, значит, выводим единичку, а потом выводим еще одну единичку. Тот же самый код с IEO мы выводим единичку, а потом выводим еще одну единичку. Они оба выведут две единички, я даже не буду это запускать. Самое интересное происходит, когда мы выносим это в value. здесь и сделаем то же самое здесь. И разница в том, что код с IEO все еще выведет две единички, а код с фьюча нет, и это значит, что вот IEO у нас ссылочно прозрачен, а фьюча не ссылочно прозрачна, а значит, что она не pure. Еще что нам дает вот эта простая структура данных. Явный порядок выполнения. Ну скажите, я могу написать сначала, значит, вывести один, а следующей строкой вывести два, и это уже явный порядок выполнения, зачем мне еще что-то? И будете правы, потому что незачем. Это имеет значение, например, в языках с линейными вычислениями, где строчка не будет выполнена, пока вы не воспользуетесь ее результатом. И там у вас нет выхода, кроме как явно задавать порядок выполнения, например, через IEO. Инверсия контроля. Возвращаясь с функции IEO, вы даете больше контроля над ней вызывающему. Он может запустить сайд-эффект, может не запустить сайд-эффект, может больше повлиять на обработку ошибок, как это будет выполняться, на каком пуле и так далее. Какие преимущества у IEO-типа? После того, как мы написали свой тип, я взяла тип из библиотеки Cats, вот это ее логотип. Библиотека Cats — это библиотека со всякими абстракциями для скалы. И вот мы сделали такую абстракцию, и она как бы оборачивает все наши взаимодействия с внешним миром. Это очень мощная штука, и она весь твой флоу практически программный оборачивает, и можно на самом деле этим очень хорошо пользоваться. И пользуемся. Что же дает IEO? IEO в Cats дает нам Stack Safety. Если рекурсивный вызов делается во флэтмапе Cats IEO, то эта рекурсия разворачивается в кучу, и она никогда не упадет по стеку Airflow. Так что мы можем писать рекурсии вместо циклов, даже если они не хвостовые. Всякие удобные утилиты для параллельного программирования. Запустить два IEO и сделать что-то с ними вместе, собрать их в одно IEO, собрать целый список IEO в одно IEO, запустить параллельно и забрать результат того, который первый выполнится и так далее. Также есть внешние библиотеки, которые дают нам много возможностей для обработки этих Cats IEO. Обработка ошибок. Обработка ошибок в этой библиотеке представлена не только в IEO, но в IEO она играет достаточно большую роль, и это очень важно, потому что IEO — это наш основной, чаще всего, источник непредсказуемых результатов. Теперь, собственно, более такой настоящий пример, потому что вывести в консоль недостаточно. И у меня здесь есть небольшой, очень запутанный пример с тяжелым синтаксисом, просто чтобы показать, что люди так действительно делают. Это приложение покрывает потребности вообще большинства наших корпоративных приложений. Он читает конфигурацию и делает это в IEO, потому что это чтение из файла. Здесь же мы используем обработку ошибок в IEO. Создает коннекшн к базе данных. В виде ресурса, это тоже нам такие удобные абстракции, предоставляет библиотека Cats. Наш репозиторий возвращает IEO так же, как возвращала наша библиотека для ввода и вывода консоль. У нас есть даже настоящий HTTP-сервис, и мы просто даем ему IEO инструкции и по каким роутам нужно их запускать. И мы запускаем наш сервер в похожей манере, как мы запускали наше приложение тогда. Что у нас в итоге? Наше приложение было полностью чистым. Наше приложение было полное плюсов. И самая главная идея этого доклада, что IEO функциональное, оно возможно. То, что вот ты можешь сделать все то же самое, что ты делал, ты можешь написать роуты, ты можешь сходить в базу, послушать кавку, все вот это вот можно сделать, и все это будет абсолютно чисто. Вы можете взять Haskell, принести его на работу и сделать вот эти таски в Jira, которые вы делаете. Что дальше? Функциональное программирование на самом деле дальше, чем хвостовая рекурсия и чем заменение переменных на константы. Очень большая тема функционального программирования и обработка ошибок. Очень много примитивов. Эксепшены максимально неудобно. Почему мы используем эксепшены? Это фактически тот же go to. Ленивое вычисление. Почему мы так мало уделяем внимания тому, как вычисляется наш код семантика? Вычисляется с сохранением значения, вычисляется каждый раз по требованию или вычисляется один раз по требованию? Параллелизм. Очень много этому внимания уделено. Вообще то, что это одно из преимуществ функционального программирования, то, что мы ловим меньше багов, то, что нам проще писать параллельный код. Тестирование. Одна из таких очень вкусных штук в функциональном программировании, например, property-based testing. Это когда ты, например, чтобы протестировать функцию, которая разворачивает массив, преверс, мы можем сгенерировать тысячу разных массивов и проверить, что для каждого из них после применения функции длина осталась такой же. И можно таких много пропертей придумать и покрыть очень много тестирования с многими какими-то граничными значениями, которые за тебя сгенерируют фреймворк. И стримы. Это тоже очень важно для написания приложений, особенно с I.O., потому что все можно представить в виде стрима, если у тебя достаточно воображения. Тут мы можем и слушать кавку, и сделать стрим с одним значением, и обработать ресурсы, прочитать с файла и все остальное. И чтобы как-то оправдаться за максимально оторванный от Java-разработчика доклад, если ты понимаешь, что ты делаешь, то ты ничему не учишься. А теперь можете приступить к тому, что ты делаешь. Как обычно, вопросы. А можно вернуться к энтерпрайзному нашему примеру? Вот в принципе, когда мы смотрим на методы контроллера, в чем отличие использования фьючера, в данном случае, от I.O.? Фьючера от I.O.? Да. По сути, мы возвращаем фьючер, и потом в итоге что-то с ним делаем, какую-то терминальную операцию. Да. На самом деле, для примера такой величины, тут меньше 100 строк оказалось. Ого. Не важно, что писать. Мы можем взять, не знаю, Spring, сервлет, и точно так же допишем это приложение, и в нем не будет багов. Но вот суть вот в этой referential transparency, которая помогает нам писать чистый код и удерживать его в голове. Я может быть… Все-таки, в чем разница между фьючером и I.O.? То есть фьючер – это какой-то результат, который нам будет провайден потом. Да. А I.O. – это… Это инструкция. И сколько раз мы ее используем, столько раз она нам и вернет. То есть вместо… Где-то у меня было… Вместо riddle-н, там, где мы написали дев, на самом деле могло быть val, value. Вот. И мы не можем сделать то же самое с фьючей, потому что, ну, это просто как бы… У фьючей есть состояние. Да, у фьючей есть состояние. Как только мы ее создали, она в каком-то потоке себя, значит, нашла, начала там выполняться. Когда мы создали I.O., мы получили value, и все, и дальше идем по коду. Окей, спасибо. Спасибо за доклад. Можете на вот этом enterprise-примере как бы показать, какой код в итоге получился чистым, и какой удобнее там юнит тестировать, понимать, и какой в итоге грязным остался? В итоге грязным остался? Ага. Ну, на самом деле, я еще максимально укоротила этот пример, но вот это можно назвать грязным кодом, но так же, как вот в первом примере, это одна строчка, а значит, что у нас никакая строчка в приложении не видит этих изменений с внешним миром. То есть в отношении программы это все равно чистый код, потому что мы не можем никак увидеть эти изменения. И поэтому вот нам нужно оборачивать, если мы оборачиваем в I.O. максимально какие-то маленькие интеракшены с внешним миром, то это все еще, можно сказать, чистый код. И у нас здесь возвращается инструкция, когда мы считаем конфиг. Возвращается инструкция, которая включает в себя создание ресурса и его освобождение. И это тоже инструкция. Значит, у нас здесь класс с двумя методами, которые тоже возвращают инструкции, потому что у нас используется библиотека, которая возвращает инструкции. Потом у нас сервис. Да, мы можем посмотреть тип. Ну, как бы инструкция, которая потом в методе run. Мы берем конфиг, объединяем его с базой данных и запускаем сервер. То есть вот фактически, если я напишу весь этот код, но здесь у меня будет обычный javowy main, а не I.O.app, который берет последнее значение. Я забыла упомянуть, что в скале последнее значение возвращается, нам не обязательно писать return. То есть если я напишу просто этот код и его никто не запустит, ничего не произойдет. По сути, все получилось чистым. Ну, вот разве что можно сделать оговорку для вот этой строки с конфигом. То есть получается все, кроме конфига, мы можем спокойно ее не тестировать, и никуда оно ни в базу, ни в файл, никуда не полезет, получается, да? Ну, тестирование – это такой отдельно сложный вопрос. Я что бы упростить. В таком простом примере мы будем как бы мокать, скорее всего, да? Ну, если пройти дальше и воспользоваться фичами скалы, которых нет в Java, связанными с типами, мы можем на самом деле все наше приложение абстрагировать от I.O. И тогда мы можем писать специальные тестовые реализации I.O., которые могут нам подкладывать все, что нужно и могут вообще следить за всем твоим эволюэйшеном и проверять каждый степ. Хорошо. Спасибо. Вопросик. Кто задаст вопрос про монады? Давай, я жужжу, да. Подожди секунду. Ну, ни для кого не секрет, что начиная с Java 8, у нас в Java ввели optional, у нас ввели функциональные интерфейсы, то есть мы можем теперь и функции высшего порядка писать, и можем монады делать. У меня вопрос такой. И при этом я знаю, что у нас с Graal.vm, ну, с доклада пропускали через Graal.vm компилятор Java 11-й и последний Scala, ну, Scala-код. При этом получили boost по перформансу на Scala в два раза больше. То есть Scala-код начал выполняться в два раза больше. Ну, то есть логично предполагать, что в Waratly инфраструктуру затачивают по Java, но не по Scala. И также, ну, есть такой знаменитый, ну, на Devox и на Voxid Day приезжает индийский разработчик, который пиарит вот эту вот тему функциональную и разработку функциональную на Java. У меня такой вопрос. Вы пытались хоть бенчмарки хоть какие-нибудь прикинуть, писать в функциональном стиле на Java versus писать в функциональном стиле на Scala. И не задумываясь ли вы, что пора вернуться? Ну. Ну, это вот по поводу пункта номер пять. Да, это интересный вопрос. На самом деле сложилось у людей такое впечатление, что Java 8, да, пришла, Scala стала не нужна. Во-первых, почему я пришла сюда, да? Option добавили. Добавили. Это хорошо. Использовать когда будем? Почему вот, ну, если здесь вот люди, вы знаете, что нужно использовать option, разработчики библиотек Java, которые используют Scala, не знают. Почему не знают? Непонятно. Добавили option, комьюнити осталось, вот уже сколько лет прошло с восьмой Java. Почему-то комьюнити не так тепло принимает функциональные, функциональный стиль в Java. Поэтому, придя на работу на Java, у меня будет основная проблема не столько с монадами на Java, сколько с людьми, которые не захотят видеть эти монады в своем коде. Также Java не хватает некоторых ключевых фич, например, типов высшего порядка. Функции высшего порядка завезли, хорошо, ждем типы. Можно дальше по белочи спрашивать? Нет, типы высшего порядка – это type-конструкторы. Вот, если функции высшего порядка, ты функцию передаешь в функцию, тип высшего порядка, в тип передаешь тип. Я бы ответил проще. Во-первых, это красиво. Спасибо, Вера. Спасибо. Вера, да. Спасибо.